Прошу вас. Уважаемые коллеги, друзья, я прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы пришли возможным откликом в самое предложение и приехать в Россию для того, чтобы подвести в итоге той работы, которая была проведена за год после принятия этого заявления. А потом мы и подтвердили, собственно, нашу договоренность уже в январе текущего года, прекращение огня и восстановление нормальной жизни. За это время действительно сделано немало. К сожалению, ещё не все вопросы не инвелированы. Я знаю и о инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения. Это всё вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы с вами в том числе и сегодня собрались для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом всё-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи вернулись уже людей к своим местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей, работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни. Вот что важно. Создана трёхсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительства Армении, Азербайджана и России. Мне коллеги мои докладывали о том, как идёт работа. Не просто, но тем не менее, эта работа в продвинутом состоянии находится, и есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения. Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель всех наших усилий, а именно в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать там, а, в безопасности, и, б, могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику. Всё это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан обеих стран. Но и для России это имеет большое значение, имея в виду особый характер отношений с Арменией и с Азербайджаном. Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства. У нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать. Вот это то, что мне бы хотелось сказать вначале. Мы сейчас с Ирхамом Гридаровичем обсудили предварительно и те вопросы, которые подлежат нашему салону в ходе совместной работы с армянской стороной. Мы сделали это предварительно заблаговременно. Неоднократно в последнее время разговаривал с премьер-министром Армении на этот счёт. И сейчас, когда мы двигались к месту нашей встречи, тоже обменялись соображениями на этот счёт. После нашей трёхсторонки Николай Валерьевич останется, мы ещё двустороннюю встречу проведём. Вот это, пожалуй, всё, что мне хотелось бы сказать вначале. Если у украинцев есть желание, необходимость высказаться в начале нашей встречи, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за приглашение. Очень в Азербайджане ценим отличное участие в вопросе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. И, конечно, активное участие в прошлом году в деле согласования текста заявлений. Мы, как вы отметили, встречались в этом формате в начале года. Сейчас уже встречаемся к концу года. Можно подводить итоги. И, конечно же, в целом в зоне ответственности российских миротворческих сил ситуация стабильная. Не было серьёзных инцидентов, не было намеренных провокаций. Те юридичные случаи, которые наблюдались, они носили несистемный характер. Поэтому хотел бы поблагодарить российский миротворческий контингент за хорошую службу. Они обеспечивают безопасность в регионе, который на протяжении многих лет был в состоянии замороженного конфликта в прошлом году, полномасштабной войны. Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Я считаю, что эта тема одна из важных, из тех, которые пока не выполнены. Потому что пункты трёхстороннего заявления, которое было принято и подписано в прошлом году, в ноябре, практически все выполнены. Поэтому, думаю, сегодня, естественно, мы с вами уже предварительно об этом поговорили. Эта тема будет обсуждаться, так же, как и тема по определению границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также очень высоко ценим поддержку, в том числе консультативную российской стороны в этом вопросе. Граница между Арменией и Азербайджаном неделимитирована. Поэтому неоднократно мы высказывали публично о том, что готовы начать процесс, безотлагательный процесс делимитации. Скажу более того, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем, как соседи, и учиться заново жить, как соседи. Ну и, конечно, масса других вопросов, которые возникают, но они оперативно решаются, и в том числе при активном участии российской стороны, вашем личном участии МИДа, Министерства обороны, пробительства и других структур. Ещё раз благодарю за приглашение и за эту возможность сегодня провести такую встречу. Владимир Владимирович, позвольте сперва поблагодарить вас за приглашение и за организацию этой встречи. Но прежде чем перейти к повестке сегодняшнего дня, позвольте от своего имени, имени армянского народа, соболезновать вас по поводу взрыва в Кузбассе погибло множество людей. Я хочу выразить свое сочувствие всем родным и близким погибших шахтерам. Ну, очевидна ваша личная роль и роль Российской Федерации в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября уже российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что они, российские миротворцы, Российская Федерация, играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе. Но хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десяток людей погибло уже с обоих сторон. И инциденты случаются и в Нагорном Карабахе. И с 12 мая всего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы. Но государственная граница существует. И это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что фактически все пункты, кроме деплокады коммуникации, уже выполнились. Вы знаете, что и мы это неоднократно обсуждали с вами и очно, и по телефону, что существует еще и проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных. И это очень важный гуманитарный вопрос. Но я хочу сказать, что я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить или озвучить проблемы, поговорить и обсудить вопросы решения тех проблем, которые существуют. Я тоже неоднократно объявил, что Армения готова приступить к процессу демаркации, делимитации, демаркации границы. Тема открытия деплокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас. И мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы. И я надеюсь, что сегодня наше обсуждение, все вопросы, которые мы обсудим, я видел, вы упомянули во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана и проблему Нагорно-Карабахского урегулирования. И президент Азербайджана упомянул сейчас только что вопрос о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Конечно, мы заинтересованы в этом тоже. И мы считаем, что Нагорно-Карабахское урегулирование должно происходить в рамках соприседательства Минской группы ОБСЕ. Но я думаю, что очень многие вопросы и нужно, и можно обсудить, и решить в двустороннем формате, в двухсторонних форматах. Я должен сказать, что уже намечаются еще и прямые контакты между официальными лицами Азербайджана и Армении. И я думаю, что это тоже нужно подчеркнуть на фоне не очень хороших и позитивных нюансов. Эти позитивные нюансы тоже нужно подчеркнуть. И самое главное, хочу я повторить, извиняюсь, что я думаю, что главный смысл сегодняшней встречи не просто озвучить существование или несуществование каких-то проблем, а главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным или настолько это возможно конкретным решениям по стабилизации в регионе Южном Кавказе, потому что это наша ответственность, мир, стабильность и безопасность людей. Спасибо. Мне кажется, что на самом деле очень важно то, что сейчас было вами сказано президентом Азербайджана и премьером Армении, есть заинтересованность с обеих сторон в развитии, в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе. Вы сейчас только упомянули и о коммуникациях, о разблокировании коммуникаций. Михаил Викторович тоже об этом говорил. В этом все заинтересованы. И Россия в этом числе, имея в виду, что мы все близкие страны, мы соседи, у нас большой объём товарооборота, и в этом все заинтересованы очевидны. Первое. И второе. Мы всё-таки договоримся о том, что в ближайшее время наладить работу по демаркации и демармитации границы, по демармитации и демармитации. И об этом тоже, конечно, сегодня поговорим. Хотя ясно, что вопрос сложный, он ещё достался нам ещё с Советского Союза, что чёткой границы там не было, но есть возможность об этом, об этом говорить. Согласен с обоими коллегами в том, что чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше. И прямые контакты двухсторонние – это вообще в приоритете. Знаю, что в ближайшее время у вас намечена встреча ещё в Брюсселе, вы согласились поехать туда-там провести встречу. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможности прямого общения, тем лучше. Я недавно на этот счет уже разговаривал с председателем Евросовета, господином Мишелем. Он вас ждёт. Но, надеюсь, мы сделаем какой-то шаг вперёд, и можно будет делать дальнейшие шаги уже и на других площадках. Повторяю ещё раз, мы только приветствуем вовлечение наших партнёров в этот диалог. Главное, чтобы он шёл на пользу. Спасибо большое.